Провел оба, закончил нокаутом. Первый левым боковым в голову, встречным на удар коленом. Энрико Гогойфер накутил, я напомню. В поединке с... в финальном поединке он просто оторвал ноги своему сопернику Алиму Набиеву и выиграл нокаутом, тоже накутировал ногу. Я знаком с ним, мы встречались на турнире Татнефтькап, где он выступал. Я напомню, он дважды облатили кубка Гран-при Татнефтькап. В финале 2010 года он выиграл у Ранбека Исенкулова, а в 2011 году он выиграл у Энрико Гогохи. Ну что сказать еще надо? Мне просто нравится этот боец, поэтому я не могу остановиться, дорогие друзья. Не только вам он нравится, безусловно, и всем родителям любителям борьбы и смешных единоборств Киуана. В первую очередь он также симпатичен. К тому же нужно ответить, что с немецкой школой кикбоксинга он прекрасно знаком, и победа над Энрико Келем об этом также говорит. Поэтому можно сказать, Джабар Аскеров против немецкого кикбоксинга, часть 2. Посмотрим, во что это выльется. Мне вот, я должен пояснить зрителям, почему я люблю Джабара Аскерова, как бойца, естественно. Потому что он, вот в моем представлении, воплощает именно качество профессионального кикбоксера. Он агрессивен, он бьется до последнего. Он может нанести на кунтирующий удар в любой момент. Надо сказать, что он дрался, ну, почти со всеми сильнейшими боксерами, кикбоксерами в своем весе за последние несколько лет. С некоторыми дважды, с некоторыми даже трижды. Ну, правда, в праведливости ради скажем, что большинству из них он уступал. Но всегда только решением судей. Только решением судей. Вес 71 килограмм. Рост 175 сантиметров. В ринге провел 48 поединков, 36 из которых выиграл. Чемпион Европы по кикбоксингу по версии Иска. Чемпион Германии по кикбоксингу. Марко Кох. В синем углу ринга, боец из России, 26 лет. Вес 71 килограмм 200 грамм. Рост 176 сантиметров. В профессиональном ринге провел 123 боя. В 81-м одержал победу. Чемпион мира и Европы по Муай-Тай в среднем весе. Чемпион Европы по Иакса. Боксер из России Джабар Хоскеров. Вот единственное, вот я вспоминаю, единственное поединок, которое он проиграл нокаутом. Это лучшему на тот момент, на тот момент кикбоксеру в этом весе, Джорджу Петросяну. Ударом коленом он проиграл. Все, со всеми остальными, если он и проиграл, там, Росмалину, например, там, Буакаву, Замбидису. Он всем проиграл только решением. Только решением. И во всех этих поединках он выглядел действительно достойно убедительно. Может, особняком с Замбидисом стоят поединки. И какие-то реваншистские настроения, может быть, у Джабара еще есть. Вот. Но сейчас все внимание в ринг, поединок начался. Такая... Высоко подятые руки. Такая, знаете, вот... Ну, в лучшем представлении профессиональная школа, которая берет кикбокс современного К1, которая берет своими корнями, уходит в голландский кикбоксинг. Вот это им свойственно, высокие стойки, такие, на полупрямых ногах, поднятые руки. Но зато это позволяет очень жестко, короткими работами, короткими комбинациями. Одиночками и двойками. Хороший сейчас удар слева прошел у Джабара. Не тратят время голландские кикбоксеры, вот такая профессиональная манера, на излишние перемещения, на уход влево, вправо, там, раздергивание. Как правило, такая, может быть, кому-то покажется прямолинейная, но она прямолинейная на первый взгляд, потому что он держится на той дистанции, на которой удобно именно ему. А это самое сложное, держаться на удобной для себя дистанции. Вот посмотрите, да, короткая комбинация, тройка была. Абсолютно спокойно работает, как левше, так и правше Джабар, хотя он изначально правша. Высокий такой амплитудный удар получается. Обратите внимание, как вкладывает бедро Джабар в удары круговые ногами. А Марко Грох, правильно говорить Грох, а не Грох, как можно встретить, он немец. Так вот, он не докладывает бедро, он находится в какой-то защите. Сейчас он уже сгруппировался, он уже ощутил на себе силу ударов, и даже через руку пропущенный левый хайкик, его, на мой взгляд, показалось мне потряс Гроха. То есть право, он уже по... Джабар попал с левой стороны. Существенные удары наносит Джабар сейчас. Видно, сколько сил и мощь он не вкладывает. Видно, нарушает Джабара. Даже у Гроха, в общем-то, удар, ну, фактически, как можно сказать, даже отсутствует. У него нет точек, посмотрите, он на удар без точек в конце, он не ставит при плечи, он, ну, выпрямляет руку, но он не акцентирует удар, потому что он боится вложиться, потому что он боится пропустить встречный удар. Потому что, если он попадет на встречный удар, и бой будет тут же завершен. Первый раунд постепенно подходит к концу. Регламент 3 по 3. Я практически уверен, что бой не продлится в 3 раунда. Мне интересно, каким ударом он завершится. Если делать ставки, надо делать ставки на это. Даже спин-кик, да, у Шерма-Ваши, удар с разворота. Джабар делает действительно все, что хочет пока. Ну, потому что вот этими ударами, ну, нет, это видно, что, да, это даже... Мне кажется, Джабар может позволить все эти удары принимать просто без защиты. Просто этими ударами, ну, не то, что он окутирует, мне кажется, даже потрясти нельзя. Второй раунд будет точным. Потрясен Марко. Его защита разрушена. Он, как бы так сказать, не защита, его атакующий порыв точно просто разрушен. Он находится в глубокой защите. Низкопущный подбородок, высоко подяты руки в перчатках. Защищается он от ударов ногами, таким ставит щит и голенью, и предплечьем. То есть, как бы по-тайски обычно это происходит тогда, когда не хватает физических данных принять удар только на руку, например, хай-кик принять на одну руку. Тогда подключается и нога к защите. Вот левый боковой через руку. Очень коротко, но очень жестко. Еще действительно бросается в глаза, насколько именно сильные удары совершает Джабар. Четко, лаконично, акцентированно. Короткие серии. Отличительная особенность современного профессионального кикбоксинга. Это то, чему очень сложно научить боксеров, кикбоксеров-любителей, которые переходят в кикбоксинг, в профессионализм любительского. Они привыкли к длинным комбинациям, к легким ударам, с изредским акцентированием. Вот очень сложно переучить любителей работать так, как работает Джабар Аскеров. Джабар Аскеров отказался от любительской карьеры, практически не начав ее. Он очень рано переехал. Он в Японии тренировался, за Арабские Эмираты выступал. Сейчас живет, много времени проводит в Мельбурне, в Австралии тренируется. Но последний год выступает за Россию. Хотя был короткий период, он выступал за Объединенные Арабские Эмираты. Проживал при этом в Таиланде. Да. То есть действительно интересная судьба у Джабара. Но главное, что сейчас он выступает за нашу страну. И вот первый раунд однозначно удачно сложился для Джабара. Вы знаете, дорогие друзья, я вот не понимаю, когда Марко Грох соглашался на бой. На что он делал ставку? Нельзя соглашаться на бой. Все равно ты должен рассчитывать на победу. Ты должен надеяться, что ты удастся, какой бы соперник ни был. Иначе лучше вообще не выходить. Так вот, если он надеялся даже при каком-то раскладе побеждать, за счет чего? Вот где те козыри, за счет которых он хотел победить Джабара? Я не вижу сейчас. В своем интервью отмечу. Марко Грох сказал о том, что просто пришла пора побеждать. То есть он считает, что пришло время Джабара побеждать. И именно ему. Поэтому, мне кажется, он выбрал неудачное время. Неудачное действительно время. Для того, чтобы побеждать. Если бы он посмотрел как раз тот турнир, легенд. Он, безусловно, изучал Марко своего соперника. И, вы знаете, во втором раунде Марко выглядит чуть получше. Только лишь потому, что Джабара слегка оставил атакующий напор. Мне кажется, Джабар просто сейчас будет выцеливать. Он просто, обратите внимание, он стал просто принимать на себя удары Марко. Вот эти длинные серии, совершенно безакцентные серии. Просто принимать, поскольку вообще никакой опасности ему не представляет. И будет ждать, когда контратаковать. Видишь, он даже позволяет себе осознанно, я точно это говорю, осознанно пропускать удары вскользь голову, потому что они не опасны. Он выбрал целью правую или левую ногу. Раз за разом туда пробивает лоуки, кто внешний, кто внутренний. Какой страшный удар сейчас наносит коленом. Да, чуть-чуть не дотянул, чуть-чуть он не дотянул. По-моему, прихватил за канат, ему сделали замечание. Если бы он чуть-чуть опорной ногой подтолкнулся выше, как бы немножко выпрыгнул, возможно, он бы достал бы коленом, уже до нокаута достал бы. Правый лоукик мы видим, левый хайкик и левый крюк. Вот пока этими тремя ударами, постоянно раз за разом, он потрясает своего соперника. Уже третий раз высекает его лоукиком. Но еще обратите внимание, дорогие друзья, ведь Джабар не бросается его добивать. Ему это не надо. Он как опытный боец, он сейчас реализует свой класс, я бы так сказал. Он не бросается, он видит, что соперник плывет, что он находится, как он уже, на мой взгляд, даже на автопилоте. Но он не бросается его добивать. Контроль прежде всего. Да, он контролирует соперника и работает спокойно по цели. Вот и нокдаун. Должны отчитать обязательно. Интересно, упал он все-таки до гонга или после? Не отчитывают нокдаун, но в критическом состоянии сейчас находится грох. Действительно, что-то должно изрядовым выходящее, скорее всего, произойти, чтобы все три раунда состоялись до конца. Понятно, что третий начнется, и сейчас будет минута передышки. Мы просто видим, что Джабар работает спокойно, наверняка выцеливает. Он сам себе, видимо, не ставит задачу, а чтобы не стало завершить бой досрочно. Он работает сейчас на классе. Мы, ну и вы, дорогие зрители, наверняка, те, кто любит Кейуан, наверняка видели его бои с тем же Замбидисом. Вы знаете, что бой среди соперников уровня самого Джабара, он проходит на скоростях в два раза выше. Два раза плотнее. И пауз таких нет. Он намного интенсивнее. А раз этого не происходит, это только по воле самого Чингисхана. Действительно, в скоростном компоненте, да и, впрочем, во всех остальных, Джабара на данный момент сильнее, быстрее, точнее. Но все покажет третий раунд. Обнял сейчас Марка. Ну, потому что, может быть, ему не удастся, если бой закончится досрочно, у него не будет возможности обнять его после окончания раунда. Хорошие попадания очередной. Вот такие двойка, печень-голова. Знаете, друзья, вот по таким комбинациям можно изучать современный кикбокс. Ну, я бы что сказал, я бы все-таки тоже, мы, наверное, должны выразить уважение сопернику, потому что вот при совершенно проигрышной ситуации он делает все, что может. И из-за этого мы должны ему сказать спасибо, потому что он, по крайней мере, не бегает, он не падает, он старается защищаться. Что может, то делает. Может, просто он мало. И держит удар. Держит как может, действительно. Поэтому, ну, это в любом случае достойно уважения. Два с половиной в качестве раунда он уже простоял. Ну, возможно, знаете, нокаута и потому еще нет, поскольку практически все время Грох находится в защите, он в глухой защите. Он практически не раскрывается, он боится раскрыться, пропустить удар. Поэтому, конечно, достать его, ну, сложно его раскрыть. Поэтому все проходит, оказывается, в сторону, через перчатки. Может, печень стоит поискать Джабару. Вот он в корпус иногда переводит удар руками. Все-таки насколько же роскошная техника, какую роскошную технику демонстрирует Джабар. На любой вкус наносит удары. При этом, если посмотреть внимательно, видно, что он хорошо бьет. Он бьет без замаха и руками, и ногами. И слева, и справа. И слева, и справа, да. Он комбинирует удары, разноплановые удары хорошо комбинирует. Смотрите, левый лоу-кик, левый боковой, правый лоу-кик, левый боковой и левое колено. Вот такая комбинация. Я думаю, что Джабар может прыгнуть не менее красиво. Ну, просто это как раз показывает, скорее, недостаток. Не знает, что делать Грох. Как он... Пока все это похоже на избиение. Но Грох держится. Спрятался. Ну, вообще, для Джабара такие бои тоже периодически нельзя проводить бои только с бойцами высокого уровня. Каждый бой с бойцом высокого уровня, он же отнимает много здоровья, сил, энергии на подготовку. Обязательно нужны промежуточные бои. С технологической точки зрения, в первую очередь. Да, да и просто, да, опытный боец, он продолжает совершенствоваться на протяжении всей карьеры. Он что-то ищет новое. На ком-то надо испытывать. Если драться там за Бидесом или, не знаю, с Петросяном, там не до экспериментов. Там надо уже... Ну что, друзья? Очевидно, явная победа Джабара Аскерва. Тут уже можно об этом говорить. Абсолютно ничего не продемонстрировал немецкий спортсмен. Который в интервью очень, очень, так сказать, ну, такие планы выстраивал на бой. Интересно было почитать. Я его до этого никогда не видел. Я даже думал, вот интересно, неужели, правда, что-то подобное получится. Дорогие господа, впереди все два интереснейших боя. Ну а сейчас результаты этого поединка. Конечно, для меня несколько неожиданно, что отстоял грох до конца. Единогласным решением судей победу в этом поединке одержал... Замар Хус-Чера! Ну что ж, очевидная и абсолютная победа Джабара Аскерва. Будем с удовольствием ждать дальнейших побед от него. Не только на немецкой школе кикбоксинга, но и над другими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok